Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня подведём итоги работы на направление военно-технического сотрудничества за 2013 год. Россия является, мы это с вами подтвердили опять, одним из лидеров глобального рынка, прочно удерживает второе место по объёму поставок вооружений. В прошлом году экспорт российских товаров и услуг по линии ВТС вырос на 3% и превысил 15,7 миллиарда долларов. Это чуть больше, чем в 2012 году. Наши разработчики и производители военной техники участвовали в 24 международных выставках. Подписаны новые долгосрочные контракты на сумму 18 миллиардов долларов. В результате совокупный портфель экспортных заказов достиг рекордного значения и превысил 49 миллиардов долларов. Отечественная продукция поставлялась в 65 стран мира, при этом с 89 государствами заключены и реализуются соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Динамично развивались военно-технические связи с традиционными партнёрами. Это СНГ, страны ОДКБ, Индия, Венесуэла, Алжир, Китайская народная республика, Вьетнам. Осваивались и новые рынки вооружений, в первую очередь в Латинской Америке. Продолжалось совершенствование российской нормативно-правовой базы в сфере ВТС. Расширена полномочия участников военно-технической системы. Производители получили возможность самостоятельно осуществлять модернизацию продукции, определять направление научных исследований, создавать совместные предприятия с иностранными партнёрами. Одновременно повышена персональная ответственность руководителей за принимаемые решения. Хотел бы поблагодарить специалистов, работников отечественного оборонно-промышленного комплекса за достигнутый результат. Своим трудом они ещё раз подтвердили, что Россия по силам проектировать и производить самую сложную и самую современную военную технику. Успешно конкурировать на мировых рынках вооружения. Важно не останавливаться на достигнутом, активнее обновлять промышленную базу, внедрять передовые технологии, расширять тематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Нужно понимать приоритетные цели развития военно-технического сотрудничества с зарубежными партнёрами. Для эффективного продолжения этой программы продвижения российской продукции на внешних рынках необходимо научиться использовать современные финансовые и маркетинговые инструменты. Государственные и коммерческие кредиты давним и надёжным партнёрам, поставки в счёт погашения внешнего долга, мы это с вами делаем уже, экспорт на основе различных вариантов офсетных сделок, качественное сервисное обслуживание. Особого внимания требует экспорт российской техники противовоздушной обороны. Этот вид вооружения занимает весьма весомую часть международного рынка вооружений. На Россию приходится около трети мировых поставок средств ПВО. Их доля в экспорте за 2013 год выросла с 13 до 20%. Это очень значительный результат и очень серьёзный шаг вперёд. Более 70 стран мира используют российскую технику противовоздушной обороны. На её основе создаются совместные оборонительные системы России, Белоруссии и Казахстана. Отечественные средства ПВО закупаются государствами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки. Растёт интерес и со стороны Латинской Америки. Комплексы типа С-300, С-400, Панцирь-С-1 по техническим и боевым параметрам надёжности и простоте, безусловно, являются лидерами на мировом рынке вооружений. Следует наращивать мощности по выпуску наиболее востребованных систем ПВО, а также развивать производство применяемых в интересах противовоздушной обороны авиационных средств высокоточного оружия. Два слова о сотрудничестве с Украиной, нашим многолетним и надёжным партнёром в сфере ВТС. В условиях острого кризиса государства украинская оборонная промышленность практически лишена государственной поддержки. Две трети её предприятий, Смежников, находятся в нашей стране, в России. И мы с вами прекрасно понимаем, что возможный разрыв кооперационных связей может стать критическим для оборонно-промышленного комплекса Украины. Для людей, занятых в этой отрасли, и для их семей, это само собой разумеется, имея в виду неясные перспективы получения заработных плат и развития самих предприятий. Сохранение совместно созданного научного и конструкторского потенциала отвечает между тем интересам как России, так и Украины. В ходе сегодняшней встречи предлагаю обсудить все эти и другие жизненно важные вопросы для развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.